что от витамина d кальций откладывается сосудах первое второе тромбы тромбообразование абсолютно доказанный факт третье кольца откладывается мозги кальцинаты особенно у детей кормят этим витамином d идиотизм вообще невероятный просто какой-то есть коралловидные камни таких почках их еще и не уберешь вместе с почкой вырезать вот это камни от витамина d коралловидные камни почках гипервитаминоз d вызывает ужасные вообще осложнения очень ужасные а вот сколько у меня друзей сосудистых хирургов прекрасно все жалуются на одно и то же говорят раньше резали эти бляшки оперировали нормальные бляшки были мягкие это более-менее можно вырезать был сейчас все кальцинирован все я просто просто невозможно просто найти нормальную бляшку обязательно кальцинированный все ничего не сделаешь уже приходится протез сосуды ставить зачем его этот витамин d всем назначают витамин d в крови не находится его в крови мерить бесполезно меряют человеку витамин d в крови он снижен у него он находится в жировой ткани оттуда выходит когда дают человеку физическую нагрузку он при нагрузке нужен ты человек позанимался физической нагрузкой и после этого пойдет померить витамин d у него будет много витамин d из жира он выйдет в жире вашим который у вас есть в теле, и вот дофига этого витамина Д. Сниженный витамин Д в крови у человека – это не недостатка витамина Д, а симптом недостатка физической нагрузки, что он у него весь в жиру, он не нужен ему. Все написано, все изучено, все объяснять бесполезно, какая-то психическая эпидемия. Витамин Д надо всем пить. Нашлись все-таки люди, которые еще хуже сделали препарат, еще его усилили, чтобы он еще больше вызывал отложение камня в почках, чтобы кальцинировались бляшки, чтобы тромбировалось и так далее. Кальций Д3, кальций туда добавили, понимаешь? То есть вообще сделали убойный, убойный просто. И при остеопорозе, ой, кальций Д3 вам надо обязательно, кальций Д3, кальций Д3. Тьфу, никогда в жизни близко не подходите к этому кальцию Д3. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. До новых встреч! Продолжение следует...